как на самом деле мы все мыслим вот расскажите мне что для вас такое рождение ну вот ребенок там животе у мамы что происходит с ним растет развивается а момент родов что это такое что вот с ним происходит а на появление понятно и такое вот ни о чем на самом деле появление а что он испытывает тренировок аграя неизвестно выдыхается давайте посмотри вот он желать и сначала это было вот так да потом это было вот так потом это было вот так что происходит до а другим словом а еще а еще да а еще живет по сути вот он живет он доходит до какого-то определенного предела участник а да это было вот так да стал вот так по мере того как он жил дальше что ему надо сделать да и что вот здесь шляпится расширяться чтобы мы расшириться что ему надо сделать вставляете то есть ему опять надо сюда когда он попадает что что испытует но я же и представляете как бы это выход из зоны по что даже в теперь вот сюда пойти узкометно то есть а получается да человек вот он живет вот он развивается и потом чтобы ему еще больше расшириться этого только вот одно до рождению сколько много в одном рождении и вот когда вот он здесь что с ним происходит что есть его жизнь когда вот он в этой сурочке да да как он тебя вот здесь чувствует зашипись он умирает то есть да 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 вот здесь у нас только уже сжался что это самое небезопасное место и вот здесь уже это стало место такое тесно небезопасно да безопасно вообще не безопасно то есть все здесь вот поджимает уже буквально все а тут ему еще надо сюда то есть назад дороги нет на эти вперед но но чтобы стать сюда получается отсюда вот отсюда он выходит как самого небезопасного места на самом деле безопасность а мы очень много вот весь этот период вот это все как воспринимать где на самом деле да мы обычно говорим вот у мамы там животики там все хорошо выбрался да там все первый крик на самом деле наши шаблоны мышления вот они в обратном порядке то есть мы никогда не смотрим на сам процесс у нас как родился все родился а давайте посмотрим как мы вообще элементарно делаем шаг что такое сделать шаг блин поднять ногу как минимум до захотеть ее поднять там зависнуть это в воздухе то есть получается что такое шаг элементарно даже один еще травмоопасно вот у кого-то такое движение а еще мы но мы только ногу мы даже ногу еще не подняли уже там и и движение и жизнь мы только ну то есть рассмотреть маленькую часть большого и вы уже в одной маленькой такой части там мы рассмотрим всю жизнь также мы дойдем там до молекул там атомов давайте еще раз делаем шаг что происходит подумали хорошо а давайте мы а мы же на самом деле никогда не думаем об этом кто вообще из вас хоть раз вообще думал как мы делаем шаг да а сейчас мы вот разберем да как процесс рождения мы в этом одном шаге найдем всю свою жизнь и каждый расскажет свой шаг по-разному то есть кто-то скажет там вообще небезопасно вообще никакой устойчивости как сейчас брокнуть опасность жизнь да поэтому это и есть шаблоны мышления и мы их можем рассмотреть во все поскольку я визуал да мне это удобно делать через картину то есть ну да уже как человек подходит не в принципе но по сути а это и есть то самое творчество до человека как никак он вообще мы же не задумывайся как мы руку поднимаем да как мы краску набираем что мы делаем с этой краски вообще что такое краска что такое я блин я тут разделился и страх то то есть в одном этом маленьком шаге вся ваша жизнь на самом деле ее можно рассмотреть вот через всю эту призму и когда ваш мозг на самом деле занят рисованием я вам могу очень тихо и аккуратно показать что вы там творите и вы это увидите на таком примере то есть и все можно разобрать именно так этот библии вообще стал публикации интересно такое дело давайте я сейчас вам читаю такую штуку мы все говорим кто мы такие а я вам сейчас покажу и сотворил бог небо и земли вообще что значит сотворил до а до того как он старик чё был пустота а чё такое пустота да 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 это что-то потенциал пустота это что-то да если это уже пустота слова это же что-то то есть это не ничто или что одновременно правильно то есть получается до того как он сотворил уже что-то было да не что это уже что-то то есть он там пришел кто сказал что там кто-то этот он пришел просто и что значит творение на самом деле увидел до сотворить это значит что сделать видеть да то есть он так знать что такое начало она она вообще есть начало это да его нету вы посмотрите внимательно то есть было ничего мы только что выяснили что ничего это что-то такое большое что-то да и мы пришли там и из этого ничего увидели кто творец ну я творит я же увидела да да я там все это нашла значит вот это неопределенное это уже что-то то есть бог получается сотворил что-то из неопределенного да а как он это делал мысленно захотел он там нашел небо и землю чувство на свалку а еще ну вот он угол он смог увидеть небо и землю во что-то в чем-то он смог увидеть небо и землю то есть а как мы обычно понимаем эти слова он пришел бог пришел этот дедушка там за бородой там ну кого когда и начал там творить это варить дорога да 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 а мы же по образу и подобие уже понимаете это можно aztево это я просто зала библийте вместо при колулишь при каловой просто мне нравиться игра сушевровать это также видно на картине мы также этого мы все начинают мы и говорим поэтомуca мы ходим по этому принципу мы живем по этому принципу мы просто это не разглядываем но нам же нужно посмотреть это это другое внимание поэтому смотрите как вообще получается творится но просто что-то наделяем чем-то правильно это и есть процесс сотворения то есть если я сейчас прошу у каждого из вас что такое любовь сколько у вас здесь человек 70 у нас интересная штука ваш получится у нас только будет мнений сомнений мы вообще такое сотворим если мы сейчас начнем каждый своими словами чувствами словами вообще рассказывает что такое любовь и никто не скажет первого раза нам любовь а это что еще а это что еще мы творим потому что мы определяем и только когда мы себя вообще спрашивать что такое вообще любой поэтому это поймем уж себя никогда не спрашиваем и вот этот процесс там нет ров давайте разберем что-то процесс рождение где он там в трубе застрял, значит, что значит, какая тенденция к расширению, да, и что это, но это можно рассмотреть, вы это все знаете, просто нужно научиться так мыслить и рассматривать в этом процессе, давайте как бы дальше, ну, то есть мы поняли, да, что этот Бог на самом деле делает, что он творит. У меня нет, мы часто говорим, желание от недостатка, у меня есть ничего, это все, вообще все, что можно, а у нас даже не ничего, у меня вот колготки есть, у меня есть все, да, ну, то есть вообще все, вот мы воздух не видим, потому что, кто видит воздух, поднимите, я тоже вижу, ну, да, то есть смотрите, вот этот, пришел, короче, Бог, да, ну, увидел вот это все, и получается, когда он начал назначать, да, это же было, ну, грубо говоря, непроявленное, да, и получается, он из непроявленного делает проявленное, и весь наш мир состоит из непроявленного и проявленного, да, вот воздух он проявленный, да, ну, мы, блин, его не видим, хорошо, мы его можем запихнуть, в категорию непроявленного, а штанишки мои проявлены, да, почему, потому что у воздуха какая плотность, поменьше, чем у моих штанишек, да, ну, мой воздух и штанишки состоит из одних и тех же там атомов, молекул, просто это чуть более спрессованная форма, да, поэтому и получается, вот это, ну, гребанная дуальность, да, ну, и у нас, поэтому так наш мозг изображает, да, и очень часто мы видим проявленное, не обращая внимания на непроявленное, и весь мир, он строится вот по такой схеме, и потому что наш шаблон мышления, ну, очень часто вот проявленным, да, еще это проявленное делит на две части, там вообще такая дуальность-предуальность-предуальность. Давайте сейчас посмотрим, мне тут такая вот одна штука нравится, я вам ее зачитаю тоже, ну, в общем, вы поняли, да, то, что мы, как мы определяем, назначаем эти свои все эти, как мы определили, так и будет, ну, собственно, оттуда вытекает по вере вашей, там, да, будет вам, да, потому что кто там верит во всякие эти приблуды, как они там называют, кошка перешла дорогу, да, у кого это там, кто верит, у того вообще железно прям сбывается, да, да, и, а там уже это нейронная цепь, попробуй переназначить, и передай, да, эту кошку. Повысить ее можно. Да, вначале сотворил Бог небо и землю, ну, мы это поняли, да, земля была безвидна и пуста, ну, что была земля, пустотой, да, безвидна, ну, не видел, потому что, и сказал Бог, да будет свет, а что такое свет? Что еще? Свет. Он пришел, увидел эту пустоту и говорит, да будет свет, ну, то есть, ему, чтобы это все различить и наделить, да, ему надо направить туда это свое внимание, свет, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, ну, то есть, да, 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 а вот это отделил свет от тьмы, получается, тьма, это то, что мы не видим? Не видим, непроявленное, да, оно стопудово есть, но мы его не видим, и каждый не видит свое, что самое интересное, один одно, другой другое, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, не наоборот, ну, все уже там начал назначать, и это тоже, если мы сейчас это даже одно предложение будем разбирать, у нас на это может уйти два часа, в каждом, и это, в каждом слове, я вам хочу другое показать. И создав Бог твердь, и отделил воду, которая по твердью, от воды, которую на твердь, это сложно, мы не будем что-то убирать, и назвал, это долго, да, и назвал Бог твердь небом. Ну, это по плотности он как разделил твердь. Да. А получается, что такое небо? Вот. Да. А где мы живем, скажите? В небе. Да? В небе, да. Ну, а где мы живем? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что-то тихие голоса. И назвал Бог твердь небом. Что слышится? Ну, я слышу, что небо это плотная субстанция. Ну, не плотная субстанция, а обладает какой-то плотностью, как и все, правильно? Да. Ну, воздух, грубо говоря. А чего? Мы живем на небе, короче. Мы живем в небе. Небе. Конечно, мы живем в небе. У нас единственная поверхность соприкасается, и то, сейчас у меня и даже это не соприкасается. Вот. Мы ногами ходим по земле, а живем мы в небе. Ну, царство, собственно, Божье-то у нас тут, как вы понимаете. И я вам просто показала, как работает мышление на самом деле, да? И как мы в очевидном много что не замечаем и не видим. А если мы начнем разбирать заповеди? Я просто пропустила этот момент, потому что отделил он воду, которая под твердью, да, от воды, которая над твердью. Ну, это мы сейчас пойдем на уровень космоса, атмосфера, я просто заранее скажу, потому что я как бы эту тему разбирала. Да, те, которые облака тоже обладают водой. Все, есть твердь, конечно. Вода тоже твердь. Здесь, смотрите, наш воздух – это H2, а вода – это H2O. Сейчас мы опираемся просто на эту химию. Мы можем на все, что угодно опираться. Химию. Я просто, я не люблю, честно, опираться, мне уже это не надо. Просто я хочу показать, как срабатывает мозг, да? Вот здесь просто еще одна эта молекула присоединилась, а на самом деле воздух и вода – это одно и то же. Различие у них минимальное, в твердости, на самом деле, да? И вот отделил он на самом деле, вот он, хорошо, воздух, вода. А было все одно. И вот он это различил. И дальше мы все прекрасно знаем, где там эти у нас ангелочки всякие живут, где? С крылышками там вот этих рисуем, да, этих человечков. Да, да, да. И мы там думаем, вот, это царство божье, это где-то там под облаками, над ними и все подобное. Но никто никогда не думает, да, вот даже помыслить, что, блин, мы в небе вообще-то живем, мы в небе ходим, нет там никакого другого рая, нет никакого царства там божьего, кроме как здесь. Мы сейчас его можем и в ад перевернуть, это тоже очень легко. И весь вопрос в нашем мышлении. Сколько у нас, вот эти, почему мы говорим про эти шаблоны, про эти перегородки постоянно, что-то трансформируем. Ну, потому что, блин, оно не позволяет нам на самом деле видеть то, что есть. И так много, а в этом, ну, в этом все. И когда мы научимся чуть-чуть это разбирать, разговаривать с самим собой, мы, блин, такое увидим, нам вообще никто не нужен будет. Идите все нафиг, мне бы три часа посидеть, поразбирать, там такая красота внутри творится. Я вообще тащусь от самой себя, я вам, блин, каждую молекулу хочу разбирать. Это так классно. А нам нужен кто-то другой, да, чтобы он нам просто это показал. Ну, это все понятно, отзеркалил, вот эта дуальность. Она просто, на дуальности, конечно, это срабатывает намного лучше. Мы потому здесь все сейчас, да, и собрались, чтобы показать друг другу эти программы. Уже, уже, еще не началось, а уже 133 программы вылезло. Уже там с охраной поругалась, уже там пошла, мне тюрьмой пригрозили. Ну, то есть, я такая, нифига себе, у меня сегодня там активника. Кто-то там не зашел. А в каждой мелочи там, блин, вообще целая жизнь. То есть, мне переосознать сегодняшнее что-то, может, еще три денечка надо, на самом деле. Ну, чтобы вот так разобрать, да, свои... Мы так глубоко, конечно, не будем погружаться, но... Как вообще, посмотрите, как наше мышление, оно отыгрывает с нами. И где, на самом деле, это непроявленное. Давайте рассмотрим его, как бы... Это не воздух, на самом деле, а непроявленное, но внутри. Потому что мы, мы вот такие существа, у нас глаза, блин, во внешнюю виду смотрят. Ну, неудобно вообще, да? То есть, чтобы с собой разобраться, нам бы глаза туда, это, во внешнюю виду, не красивые, блядя. Ну, то есть, картинка в натуре некрасивая, согласитесь. Ну, чтобы себя увидеть, да, а мы, у нас вот, если нет зеркала, и мы рождены вот глазами снаружи, поэтому нам очень классно научиться считывать этот мир, нам легко его считывать снаружи, ну, видеть, да, вот эту всю проявленность. И там есть, знаете, сколько вообще глубины, и сколько вообще всего, как даже это видеть, как потом это все внутри себя находить. И вот это даже непроявленное, проявленное, Господи, что такое непроявленное? Это и воздух, и внутри вот эти все чувства, и все, что там я там задавила, и вот эти ситуации, и столько мы, короче, этого непроявленного найдем. И вот освещая это, освещая своим вниманием, да, вот этим светом, наше внимание, свет, любовь там к себе, вот оно творит чудеса, потому что каждый новый пазл, который мы вдруг увидели, вот он нас начинает дополнять. Вот тогда мы начинаем восстановиться больше. Но становимся больше, как мы думаем, самый неприятнейший коридор нашей жизни, да. Как бы коридор такой вот рождения нового получается. И что, да, кстати, что из этого можно сказать? Близко спорта говорит. Да, ну так что можно сказать? Да здравствуй, джопа, понимаете? Ну, конечно, как только. Мы же вдруг находим непроявленное. Мы сейчас в этом, мы рождаем что-то. Ну вот сейчас что-то рождается. Вопрос, куда направлено внимание, и что ты в этом видишь, да? Ну, что ты в этом видишь, поверьте, Маша, это будет вам. Поэтому это классно. А, давайте про заповеди, да, давайте про не убей, расскажите, что это такое вообще? Не убей себя. Да? Не лишай жизни другого, да? Не убей себе. Нет, себе же. Что? Что? Жизнь себя. Жизнь себя. Не убей себя? Нет. Не убей себя. Я сразу, у меня картинка с ножом такая, как бы здесь, в этот рот. Чего не убей-то? И что такое убить? Желание, наверное, в себе, именно, в желании. И те же целые ситуации. Ну, не убей, это про жизнь, да? Может быть, не убей себя, это имеется в виду, как бы не лиши себя жизни. Ну, чтобы ты видеть мог. В общем, когда мы живем, мы же можем видеть. А когда мы, говорят, вы, то если так, то я смажем. А когда видеть и чувствовать, допустим. Ну, вот понимаете, то, что мы сейчас уже разговариваем, у нас уже слово не убей такая хрена-хрена-хрена трансформировалась, да? Если там у всех раньше, ой, собачка, машина переехала, там, в этот похороны, гроб, и там, вот это все закапывание, да? Не убей. А что можно не убить? Блин, а не убить можно желание, да? А что еще можно не убить? Чувственность. Представляете, как много не убить? Мы сейчас только что трансформировали с вами слово не убить. И то же самое убить, ну, потому что оно не существует. Не убить, не задушить, там, не задавить, и все. Не убей себе желание. Не убей себе желание. Что такое желание? Жизнь. Да? Это, блин, не вот на мужика с третьего этажа с ножом пойти. Или убитой саму себе. Конечно. У нас, по сути, это все про непроявленное. Непроявленное, это невидное нам внутри, да? Вот мы с тобой там не разбираемся. Так вот не убей там что-то внутри на самом деле. Бывало выше. Все просто. Да, да. Отрезание, это тоже как-то непроявленное, оно, получается, тоже убивает. Да, ну, конечно, мы отрицаем, что я могу быть злой. Не убей в себе злость. Ну, не убей, это такая большая часть тебя. И я суждаю проститутку, хотя внутри-то каждая. Не убей в себе проститутку. Конечно. Ну, конечно. Полюбий. Да. Беги. Да, да. И сколько мы вообще этого не убей, а теперь, посмотрите, вообще совершаем каждый день. Да. Да охренеть, блин, бывает из дома. Так мы убийцы, получается? Да, да. Да ладно. Полюбим. Не по Библии мы живем, не по Библии, да? Поэтому посмотрите, как вообще классно разбираться даже тупо в одном слове. Ну, что такое убить? Да, убить это вообще все. Все. А что такое мораль? Так? Мораль. Ну, давайте посмотрим, что такое мораль наезде. Вот мы в себе и этой морали нравственность сколько мы задавились. А что такое мораль? Что такое нравственность? Что такое сказало? Мораль – это вот та полосочка, где ты разделяла твердь. Мораль – это правила какие-то? Мораль – это. Мораль – это да что такое? Мораль – это шаблоны, шаблоны. Ну, так ладно, мы сейчас снова мораль трансформировали. Вот вам и мораль. А не зарежь кошечку там. Опять же, не поедите к этому мужику с нашим. Ну, как бы мораль-то она внутри нас, да? Поэтому можно в магазине взять конфету просто так. Главное – осознать это, почему. Ну, все общее, согласитесь? Совсем-то лично пропустите. Я сейчас вам логическую цепочку прострою, почему можно? Более, я сегодня в гости к тебе еду. А чтобы вы, батюшка, передал. Показывай, логическую цепочку обосновывать. Логическая цепочка нам нужна для нашего мозга, пока мы имеем эти шаблоны. Как только мы начинаем чуть-чуть стирать, стирать, мы же к этому постепенно идем все-таки. Но мы не прозреем за один, блин, ну, давайте смиримся, да? Смиримся. Не прозреем мы сейчас за один вечер. Но хотя бы сделая шаг к себе маленький, мы такое внимание уже туда помещаем. Глядишь, все домой придут и там – сюрпризы, сюрпризы. У всех. Поэтому каждый маленький шаг, ой, сейчас трансформер маленький шаг, там вся жизнь переменится. Ну, то есть это все можно показать, на самом деле. Маленький шаг – маленький тоже шаблон, да? Давайте прямо сейчас трансформер маленький большой и дальше пойдем. Да, давайте. Я вот, например, говорю, что наша Земля, она маленькая, наша планета. Ну, в отношении Вселенной, естественно. Ну, получается, у нас все в отношении, там, чего-то, да? А кто это отношение придумал? Относительность. А в смысле, с чем относительность? А кто отношение относить придумал? Голова. Как мы тут с Нелли. Получается, мы придумываем шаглоны, чтобы оправдать шаглоны. Ну, получается, мы придумаем и небо, и землю, и мы все разделяем. Видите, мы дворцы, и из воздуха можно делать деньги. Я просто вам хотела сейчас показать, почему. Вам расскажешь, как? Как мы об этом речь-то и ведем. Ну, вы поняли хотя бы, что мы боги? Да. Ну, для начала, да? Не, ну я вам тут показала, как это мы все… Ну, как только описала это, да? Ну, бог наделяет, разделяет, соединяет. Я просто тут написала эту книгу, чтобы нам было понятно, что поверить. А кто ее написал? Да, ну мы задним числом ее и написали, да? Причем вчерашние страницы, которые другие. Да, да. Просто сейчас тяжело осознать задним числом. Давайте хотя бы осознаем то, что мы осознали. Мы увидели, что была пустота, это уже что-то. И мы просто там уже начали определять в этой пустоте. Хуиску, да, там назначили. Там небо, землю сначала пошли большичком, да? А потом добрались там до самого малого. Но мы это делаем со своим жизнью. Кто-то скажет, измена это плохо, а я скажу, зашибись. И я опять разложу эту цепочку, как бы кто-то ее видит, а кто-то не видит. Давай измена с я мужа или как? А почему я это муж? Отдельный флорет. Но почему это? Проявленная форма. Проявленная. Плотная форма. Плотная форма. Ну, по сути, у нас, кстати, весь мир там плотная. Ну, вот весь мир это форма, да, даже воздух это форма. Просто плотная или не плотная. Так давайте вернемся к этому изменению. Почему это он, это я вдруг? Каким это образом так он превратился в я? Потому что кто-то сказал, что он мое зеркало, да? А как? Если я Бог, я вижу только туда, значит, я могу отсюда читать. Хорошо, но это я только что подсказала. Нет, я такого не говорила. Да, глаза у нас только туда, мы видим этого человека, и мы по нему, и только по нему можем увидеть свое непроявленное. Да, так кто изменник-то? Я. Ну, да. Кому? Ой, по отношению, да. Мужика оправдания. Че? Да, он такой красавчик, он показал. Прикиньте, это классно оказывается. Наоборот, офигенно. Вот эта жопа опять классная получилась, да? Да, да. Так хорошо, это не так. Писать точку обзора, всех благодарим. Так измена, это хорошо или нет? Правильно? Нет, это не хорошо, но у кого, просто показатель того, что ты себе изменяешь на... Ну, это же хорошо, так ты не знаешь, что ты себя изменяешь. А увидеть, это хорошо? Это хорошо. Проявить непроявленное, это хорошо? Да, конечно, да. Измена, это хорошо, согласились все? Ну, тогда да. А если кто-то это нестит? А тогда, да, а когда нет? Логично. А когда нет? Если, если... Если нет, да. Если все-таки он, сука, изменил, все-таки нет. А вот пока здесь обсуждаем, А если есть измены, это хорошо. А если какой-то человек бесит. А что бесит именно? Бесит, это такое, знаете, как это, я пошла погулять, а где ты вообще? В Испании, как Нелли мне написала, присоединяйся. Я пришла, а ты где? Я в Испании, я в Москве. Что бесит-то? Конкретику? Что именно бесит человеку? Вот мы сегодня пришли, девушка с красного страны. Бесит, да? Да, она у нее зеленки, пошлите быстрее покупать какие-то мешки, кульки. Я думаю, зачем она меня взбесила? Почему она мне указывает? Это вообще тебя сама себя взбесила? Конечно. А как? Ну ладно, я давайте чертю. У нас где это глаза-то у нас выпуклые наружу. Спасибо. Спасибо. Давайте просто, чтобы у всех запомнила. Представляете, там эту виду с этими глазами. Смотрите, как она прям наружу, да, у нас глаза наружу. Этот человек, значит, показывает мне... Что с чем? Что? Со мной. Что там делала? Нет, ну что, а я там, что она там делала? Что ты сначала объяснила? Она мне указывала. Да. Она что, что значит указывать? Говорила, что мне делать. А что в этом раздражает, когда человек говорит, что делать? Поняла. А на самом деле переводим на непроявленный план. Потому что в ней то же самое есть. Она постоянно всем укажет. Не jest. По другому! Вот подруга, вот это твоя. Так и вообще... Да! Да, да. Обычно просто так и бывает, то что мы... То есть я не принимаю в себе такую. И эта сука меня потому раздражает. Ее не будет, когда только ее примешь, получается. Ну, как примешь? Ну, давайте посмотрим. Что, знаешь, что это есть во мне? Нет, нет, давайте хотя бы разберем, что значит указывать. Что я должна делать, а я этого не хочу делать. Увидь уже это. Не, она проявляет тебе. Ну, проявляет. Она для тебя. А, увидь, что ты такая. Ну, увидь, да, что ты. Тебя не бей, она вообще, она вообще, она персонаж твоей игры. Скажи спасибо, что она там для тебя старается. Нет, а если она, кажется, не для того, что она такая. А то, что она указывает? Да. Потому что она кем-то указывает. Ну, зашибись. Какая кайфует. А почему тогда вот это зеркало ее раздражает? Ну, значит, она не кайфует. Ну, как говори, этого сейчас дойдет, ее прям мурашки сейчас схватят. Я прям хочу сказать, сижу сдерживаю. Сиди, у нее будет или у меня? Что бы сделать только ради того, чтобы это не делать? Ой, что-то я вообще не... Ой, плохо пойду. От вашей встречи у меня закончилась энергия, ваши эти трансформации дурацкие. Вот человеку сказали, пойдем немножко к тебе, я тебя провожу, пошли к тебе в гости, да? Ну, в гости. Не хочется свое говно, вот это, да, вот так. Очень хочется, да. Нет, конечно. Что, приятно, что ли? Это несконечно, да, конечно? Да. Не, ну вот этот чувак рождался когда. Что, думаете, его прикольно было по этим трубам? Да, у него там страх вообще смерти. Если он не будет ногами там шарактать, барактать, там вообще не увидеть этого, тогда... Давайте подскажу вам еще матрешку. Не, ну, подождите, вот просто у нее, видишь, у меня пошла такая ситуация, все, я не хочу, там, я сейчас зимну, прилягу, как бы. И вот так обычно, вот смотрите, вот смотрите, вот смотрите, все, мозг не получился. Да, я не знаю, ну, знаете, как-то они понимают, и словами. И на себе обычно вот так энергия, она закачивается прямо аж бейс и начинает вырубать, даже вот я когда трансформируюсь тоже, у меня тоже, я у меня там диванчик на который просто. Он прям я частенько там... Ты любишь советы раздавать. Да, очень. А себе ты дала? Нет, другим как-то проще. А у себя? Конечно, шторки сразу на себе. Ей надо больше внимания в себя. Не больше, не меньше, а всегда. Всегда в себя. А она наоборот спрашивает. Тут человек подсказывает уже ей, кричит. А мы не слышим. Девочка, дай себе совет, пожалуйста. Направь себя. То есть, что всех направляешь? Себя. Себя. Ты говоришь, мне это классно. Она тебе это кайфует. Услышала, она говорит, себя. Ну, то есть, послушай уже себя. Она тебе прямо, она еще в красное оделась. Ой, мне прямо сейчас так вот стало хорошо. Вот я же тебе говорила, барашки. Вот, инсайт получила. Потому что ты расширилась сейчас. Да, вот у меня здесь вот шире стало. А теперь давай посмотрим, как твое расширение, то что произошло. Тебе вот здесь стало плохо, да? Да, я вот забыл. Опять, а теперь видишь, что это плохо было хорошо? Ну, а теперь я только поняла, а я его... Ну, вот, красивая жопа. Очень красивая. И это можно распределить во всем. Есть просто более жесткие методы, а есть более мягкие методы, да? Но мы расширились, и мы таким образом уже расширили понятие плохо-хорошо. Ну, то есть вот это плохо вдруг стало хорошо. И вот эта дуальность, она схлопнулась. Оказывается, там, где плохо, это хорошо... Ну, что, она перестанет советы давать? Она начинает это понимать. Она, если она захочет, она разовьет дальше. Там еще 153 дна в этой теме, но она в ней уже продвинулась. Она будет себе подмечать, как она, во-первых, это делает. И она уже будет понимать, что вот, когда она это делает, она сама себя просит, там, ну, давай, как бы, туда, вовнутрь. Она живет вовне своими советами. А ей бы, как бы, туда заходить потихонечку. А как мы туда можем заходить? Потихонечку, вот, каждый раз самим себя там спрашивают. А что я чувствую? Причем внешне не отрицаем. Ей нравится давать советами. Пускай это йод, на здоровье. Ну, уже девочки в красном, никаких таких сучек появляться не будет. Да, может быть, ты даже вспомнишь, что я тебе не указывала, а попросила. Причем попросила я ее и сказала, все, кто будут заходить, прям хватай за шкирятника, это я, на меня надо раздражаться срочно, потому что я... А как вас зовут? Лиза. Лиза, вот, я вдвоем стояла, да? Две совершенно разные. Я попросила Елизавету, чтобы она всех хватала и тащила еду. Побежала заходить. А давайте посмотрим, что такое раздражение вообще, ну, просто слово, раздражение. Вот у кого с чем ассоцируется? Дорогие. Правые какие. Что мы, что мы, когда дрожим, что делаем? Ну, как говори, не займешь. Тут им все дым. Ну, оно там такое, как оно. Да. А что вот это такое? Ну, самому дизуку. Ну, как? Ибрация. Раздражение. Движение. Движение, да? Движение. То есть раздражение. А что такое движение? Жизнь. Жизнь. Жизнь, да. То есть, когда мы раздражаемся, мы что делаем? Раздражение. То есть мы в моменте живем, получается. Живем. Мы когда раздражаемся, мы живем. Мы воспринимаем это слово, что не раздражаемся, да? Да мы живем. Ну, вот мы... Мы сами себе, да, мы сами себе показываем, типа, что... Ну, вот жизнь, ну, по-другому, блин, жизнь не зародить. А жизнь-то, как бы, она там, внутрях-то тоже. И там вот этих наслоений просто куча. Оно так, собственно, и работает. И вот это, что значит мышление, да? Вот когда можешь сама собой вот так чуть-чуть хотя бы там поразбираться, да, что такое плохое, что такое... Опять назвала там что-то плохим и увидела, что такое плохое. Потом уже дойдет время, пространство, все дела там, черные дыры и так далее. Ну, потому что это классно, там очень много в этом, во всем очень много материала лежит. И так можно постепенно разбирать все. Мы сначала одно слово разобрали, там второе, а потом, глядишь, в натуре новое, третье там нашли, да? И я вот на самом деле, вот мой один из таких серьезных шаблонов был, это работать и работать, да?